Чолнт или хамин, это рецепт легенда, вряд ли есть более укрепившиеся в еврейской кулинарной традиции блюда, чем чолнт, его готовят в любой еврейской семье по всему миру, и у каждой семьи есть свой, единственно правильный рецепт. Я же предлагаю свой вариант, современное прочтение. Своим появлением чолнт, или хамин, обязан соблюдение религиозных традиций судьботы, шабата, седьмого дня недели, в которой положено отдыхать, совсем отдыхать, совершенно, даже еду не готовить, но кушать хочется в любой день. Вот и появился чолнт, блюдо, которое томится на очень небольшом огне с вечера пятницы по судьботний обед, насыщенное, питательное, вкусное и само себя варит. Раньше жители часто относили чугунки с чолнтом в местную пекарню, где в печи после хлебов он и готовился себе потихонечку, сегодня, с появлением мультиварок, приготовить чолнт стало еще проще. Досмотри Шинвида и я предложу записать список ингредиентов. Смесь фасоли разного цвета замочите в холодной воде на ночь или часов на 5-6, затем промойте чистой водой и немного обсушите. Морковь очистите и крупно нарежьте кругляшами или кубиками, картофель берите некрупный, его кладут целиком, удобно готовить с молодым картофелем, очистите клубни и промойте, также разберите на зубки и очистите головку чеснока. Говядину Затем слой перловки Сверху уложите картофель и морковь Если вы любите мясо с сухофруктами, добавьте несколько штук несладкого фиников или целого чернослива, но это факультативно, разложите зубочки чеснока между остальными продуктами, добавьте крупнотолченный перец, а лучше смесь разных перцев, и посыпьте сушеной петрушкой. Растворите в миске горячую воду, литр, добавьте в нее мед, соль и паприку, хорошо размешайте и влейте в чашу с челнтом, по факту долейте горячей водой, столько, чтобы она покрыла содержимое чаши на 3-4 см. Далее всю работу выполнит мультиварка, дайте челнту закипеть на режиме варка, затем или установите режим мультиповар на температуру 90 градусов и время 4 часа, или поставьте режим тушения и время 5 часов. На тушение изредка проверяйте уровень жидкости, чтобы не пригорело, на мультиповаре при заданных параметрах можете быть спокойны. За час до окончания приготовления положите в чашу сваренные в мешочек яйца, предварительно надтряснув скорлупу, и пусть пропитывается ароматами, многие кладут яйца в челнт сырыми, тщательно промыв их перед закладкой. По окончании работы мультиварки переведите ее в режим сохранения тепла еще на полчаса, и можно подавать челнт к столу. По тарелкам раскладывают картофель и мясо с овощами и перловкой, непременно каждому кладут очищенное яйцо, отдельно к челнту подают соленые или маринованные, а также свежие овощи. Подписывайтесь и ставьте лайки. Необходимые ингредиенты Говядина 500 грамм, лучше брать шею или подобную по структуре часть. Лук репчатый 2 штуки Морковь 1-2 штук Перловка 1 стакан Фасоль красная Половина стакана Фасоль белая Половина стакана Фасоль пестрая Половина стакана Картофель 4-6 штук Молодой или некрупный Чеснок 10 зубчиков 1 головка Яйца 3 штуки Берутся по количеству едоков Финики не сладкие 7-10 штук Или целый чернослив Кисло-сладкий Паприка молотая 1 столовая ложка Смесь перцев горошком 1 чайная ложка Петрушка сушеная 1 столовая ложка Масло растительное 3 столовые ложки Количество порций 3-5 Подписывайтесь Комментируйте Ставьте палец вверх И спасибо за просмотр Надеюсь Было интересно Приятного аппетита И следите за новыми Публикациями